В 2021 году поселок Харута отметит 124-летие. Он был основан ижимским крестьянином Федором Каневым. С того времени в населенном пункте на реке Адзева живут и трудятся настоящие патриоты своей земли. О судьбах старожилов поселка расскажет Наталья Дуркина. Сегодня мы привыкли к тому, что дети добираются в школу, например, на машинах, автобусах, пешком. Рассказы наших родителей, дедушек и бабушек о том, как они преодолевали путь в Дом Знаний, порой кажутся немыслимыми. Я еще удивлялась, как могли свои отдавать детей. Не знаю, но они знали, кому это. Но нам так казалось. Ехали до первой деревни Ларко, назвалось. Это уже по уши. От Петруни до Адзева-Вома по уши ехали. Первая деревня Ларко, теперь этой деревни вообще уже нет. Ездим когда там. Потом мы там ночевали у кого-то. Кто-то этих женщин поручили нас везти дальше. Там уже мужчина. Ее на лодке опять ехали. И сами гребли, он только управлял лодкой. Так на лодках добирались до школы по реке несколько дней, останавливаясь в деревнях, чтобы переночевать. Ребята заходили в первые дома. Там их кормили и оставляли на ночлег. Утром опять в путь. Причем немалое расстояние приходилось идти пешком. Нас пешком на тропинку выбили и сказали дальше идите сами. Мы прошли тогда деревню Адак, называлась. Там тогда было два Адака. Теперь я не знаю как. Старый Адак и новый. В новом Адаке были заключенные жили. Свободные. Наверное освободили, но не совсем. Сами по себе жили. Адак прошли, новый Адак очень запомнился. Потому что у нас в деревне ничего такого не растили еще в те времена. Кроме турнипсада, то, что растет в природе. А там были всякие огороды. Самостоятельность прививали еще в школе. Тогда ученики пилили и кололи дрова. Ходили на сенокос, помогали заготавливать веткорма. А иногда и пасли коров. Навыки взрослой жизни помогли, когда Анна Дуркина поступала на учителя. На питание там уже, конечно, постоянно было. Хотя слабенькое, но стипендии уже давали. На стипендию питались. Купить-то уже что-нибудь купить из одежды. Еще же были же боевые девчонки. Большой курс-то был у нас, взаимопомощь. Например, стипендии по три рубля сложимся, покупаем одному что-нибудь. В другой раз сложимся на другом, что-нибудь купим из одежды главные. В 65-м году Анна Александровна приехала в Харуту. Работала в начальной школе в разных должностях. Потом настали тяжелые времена. Зарплаты не хватало. Учителя как могли помогали друг другу. Пенсию стала получать, чтобы другие больше получали уроки. Некоторые отдала своим, например, труд, рисование, физкультуру. Такие труды отдала другим, а сама доплачивали от пенсии. А потом совсем как-то плохо стало зарплатой. И мы остались, где Алексеевна, уже держались, чтобы не уйти на этот кружок. Ком язык или не знаю, какие-то кружки вели. А потом ушли в 91-м году. В 96-м Анна Александровна вернулась в школу. Работала учителем, вела продленку. В 2008-м её перевели на должность организатора внеклассной работы в музей. И только недавно Анна Александровна оставила свою карьеру. «Кроме специальностей учитель и врач, мы ничего не знали других специальностей». Фельдшер Мария Орочева спасла немало жизней. Принимала роды и всегда успешно. Впрочем, однажды случились у одной женщины осложнения. Пришлось вызывать санрейс. Вертолётная площадка находилась на другом берегу. И Мария Орхиповна на лодке встречала доктора. «Очень далеко мне шло, потому что вода была очень большая. У меня унесла. Уже до старой, до старой, хорошей нас унесла. Еле-еле карабкалась. До берега дошли же, доктор тут прыгнул, свои ботинки все вымыл и убежал в медпункт. Он принял, роды принял нормальные». 41 год проработала Мария Орочева, пока не ушла на заслуженный отдых. На её памяти посёлок Харута строился и разрастался. Стали это посёлок меньше. Оленеводы стали очень научились отпускать. И стали строить дома, колхозные дома. Вот эти все колхозные дома вот такие. Сколько тут маленьких домиков, это все колхозные дома. Оленеводы приезжают, и некоторые остаются на ущедлость. Прохозников обеспечили вот такими домишками. А потом стали двухэтажные дома строить. Тут уже стали уже как квартиры учителям, как бы медработникам. Сегодня в посёлке проживает около 500 человек. В Харуте есть средняя школа с большим спортивным корпусом. Детский сад, амбулатория, дом культуры, библиотека, ветеринарный участок, аэропорт, почта и частные магазины.